Продолжение следует... Запомните, разность значения аргумента x1-x называется превращением аргумента в точке x. Превращение аргумента обозначается через символ, то есть перед x записываем треугольник, и данный символ читается Δx. Просмотрим координатную плоскость. На данной координатной плоскости изобразим произвольный график y равное f от x. На данном графике мы возьмем произвольную точку и найдем абсциссу данной точки. Обозначим абсциссу за x. Возьмем вторую произвольную точку и также найдем абсциссу второй точки. Обозначим ее через x плюс Δx. Тогда у нас получается данный отрезок это у нас Δx. Аналогично найдем координату первой точки, она будет f от x. Ордината второй точки у нас будет f от x плюс Δx. Значит данный отрезок у нас будет Δy. Для того, чтобы найти Δx, мы от координаты конца отрезка, то есть x плюс Δx, отнимем координаты начала минус x. Аналогично найдем Δy. От координаты конца отрезка, то есть f от x плюс Δx, мы отнимем координаты начала минус f от x. Запишем данные две формулы Δx и Δy. Итак, ребята, рассмотрим следующий пример. Например, возьмем предел приращения значения функции к приращению аргумента при Δx, стремящемся к нулю. Давайте рассмотрим пример. Что же означает Δx, стремящемся к нулю? Если мы данную прямую увеличим во много раз и будем данную точку, то есть координаты данной точки, приближать к координате этой точки. У нас тогда получается, что данный отрезок Δx, он будет стремиться к нулю. Но он не будет равен нулю, просто он будет стремиться к нулю. Тогда это и есть у нас производная функции в данной точке. Запишем так. Предел отношения f от x плюс Δx минус f от x к Δx при Δx, стремящемся к нулю, это и есть производная функции в данной точке. Запомните, если разностное отношение Δy к Δx, равное f от x плюс Δx минус f от x к Δx, имеет предел при Δx, стремящемся к нулю, то этот предел называется производной функцией y равное f от x в данной точке. Производная функции y равное f от x в точке x обозначается следующим образом. То есть мы записываем y', либо можем обозначить ее f' от x. Если Δx стремится к нулю, то Δy, Δx это у нас есть производная y', то есть производная функции. Или же мы можем записать так, отношение f от x плюс Δx минус f от x к Δx, это у нас есть производная функция f' от x. Запомните, нахождение производной функции называет дифференцированием. Если в точке x функция имеет производную, то функция f от x называется дифференцируемой в данной точке. Если функция дифференцируемая во всех точках промежутка, то функция называется дифференцируемой на промежутке. Рассмотрим такой пример. Найдем производную функции, где f от x равен постоянной величине. Для этого запишем y', возьмем предел отношения превращения значения функции к значению аргумента при Δx, стремящемся к нулю. Далее Δy мы расписываем как f от x плюс Δx минус f от x. И подставляем в данную функцию. То есть мы вместо f от x плюс Δx подставляем постоянную величину. И также вместо f от x мы поставим постоянную величину. В числителе у нас получится c минус c. Данная разность в числителе у нас будет равна нулю. Получается предел отношения 0 к Δx при Δx, стремящемся к нулю, это и будет предел нуля. А предел нуля у нас равен нулю. Это означает, что производная постоянной величины равна нулю. Рассмотрим следующий пример. Найдем производную функцию f от x равная x. Запишем. y' равен предел отношения Δy к Δx при Δx, стремящемся к нулю. Распишем Δy. Далее мы вместо функции f от x плюс Δx подставим значение x и вместо f от x также подставляем x. Тогда мы получаем следующее. Предел отношений x плюс Δx минус x к Δx при Δx, стремящемся к нулю. Обратим внимание на числитель. В данном случае у нас x минус x. Они взаимно уничтожаются, так как в сумме они равны нулю. У нас получается предел отношения Δx к Δx при Δx, стремящемся к нулю. Данная дробь равна единице. Мы получаем предел единицы при Δx, стремящемся к нулю. И данный предел будет у нас равен единице. Это означает, что производная функции x равна единице. Рассмотрим следующий пример. Найдем производную функцию f от x равная x в квадрате. Для этого запишем y', возьмем предел отношений Δy к Δx при Δx, стремящемся к нулю. Распишем числитель Δy и вместо x мы поставим значения x плюс Δx и x. Мы получим следующее. Предел отношений в числителе x плюс Δx в квадрате минус x в квадрате к Δx при Δx, стремящемся к нулю. Итак, в числителе мы скобку возведем в квадрат. Получаем следующее. Это квадрат суммы двух выражений. У нас получается квадрат первого выражения, то есть x в квадрате, плюс удвоенное произведение первого выражения на второе и плюс квадрат второго выражения. Минус x в квадрате мы перепишем. Теперь обратим внимание, что x в квадрате минус x в квадрате взаимно уничтожаются. Они в сумме дают 0. Запишем то, что у нас остается. У нас получается предел отношений 2x умноженное на Δx плюс Δx в квадрате к Δx при Δx, стремящемся к нулю. Если обратить внимание на данный числитель, мы видим, что у нас Δx мы можем вынести за скобку. Тогда у нас получится в числителе Δx умноженное на скобку и в скобке у нас 2x плюс Δx. Далее мы можем числитель и знаменатель, то есть Δx сократить. Тогда у нас остается предел функции 2x плюс Δx при Δx, стремящемся к нулю. Возьмем предел. Мы получаем, что Δx стремится к нулю. Тогда у нас остается 2x. Это говорит о том, что производная функции x в квадрате равна 2x. Рассмотрим следующий пример. Найдем производную функции f от x равная корень из x. Аналогично запишем y', возьмем предел отношений Δy к Δx при Δx, стремящемся к нулю. Распишем Δy и вместо x мы функцию поставим x плюс Δx. И у нас получается предел в числителе корень квадратный x плюс Δx минус корень из x. Далее, числитель и знаменатель мы умножим на сопряженную пару. Получится, мы умножаем на корень квадратный x плюс Δx плюс корень из x. И знаменатель также умножаем на данное число. В числителе, если внимательно посмотреть, у нас формула сокращенного умножения, то есть произведение разности и суммы двух выражений. Используя форму сокращенного умножения, мы можем раскрыть данные скобки и мы получим квадрат первого выражения, то есть x плюс Δx минус квадрат второго выражения. А знаменатель остается у нас тот же. Обратите внимание, в числителе у нас x и минус x взаимно уничтожаются, так как в сумме они дают 0, и Δx и Δx мы можем сократить. Тогда у нас остается предел. В числителе у нас остается единица к корень квадратный x плюс Δx плюс корень из x. При Δx стремящемся к нулю. Далее, обратите внимание, что Δx у нас стремится к нулю, значит у нас в первом выражении квадратном корне останется просто x. Тогда у нас будет следующая запись. 1к корень из x плюс корень из x. Найдем сумму в знаменателе, мы получим 1 деленное на 2 корень из x. Это означает, что производная функции корень из x у нас равна 1 к 2 корень из x. Следующий пример. Найдем производную такой функции f от x равная 1 к x. Аналогично запишем y', возьмем предел Δy к Δx, распишем Δy и функцию мы подставим вместо x, x плюс Δx. У нас получится предел в числителе 1 разделить на x плюс Δx минус 1 разделить на x. Итак, ребята, в числителе мы приведем дроби к общему знаменателю. Найдем дополнительные множители. Для первой дроби это будет x, для второй дроби у нас будет x плюс Δx. Мы получим следующий предел отношений. В числителе у нас будет x минус x минус Δx. К x умноженное на x плюс Δx и в знаменателе у нас будет Δx. Обратите внимание на данную трехэтажную дробь. Числители x и минус x, они взаимно уничтожаются, в сумме дают 0. Далее, если использовать свойства многоэтажной дроби, то данный знаменатель, то есть данное выражение, обускается в знаменатель. Тогда у нас получится следующее выражение. Предел отношений минус Δx к Δx умноженное на x, умноженное на x плюс Δx, при Δx, стремящемся к 0. Далее, числитель и знаменатель Δx мы можем сократить. Тогда в числителе у нас просто останется минус 1. В знаменателе у нас остается x умноженное на x плюс Δx. Далее, Δx у нас стремится к 0, значит, в знаменателе у нас остается минус 1 разделить на x умноженное на x. В результате получим следующее. Минус 1 разделить на x в квадрате. Итак, ребята, это означает, что производная функции 1 деленная на x равна минус 1 разделить на x в квадрате. Итак, мы находили производные элементарных функций по определению производной. Сегодня на уроке изучили определение производной функции, научились находить производную функции по определению. Урок окончен. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok